Итак, как лечить пневмонию, воспаление легких? Алексей Владимирович, мужчины России, потрясенные вашим обращением, ждут от вас каких-то советов? Я ждал, что вы спросите. Конечно же. Именно поэтому хотелось бы сначала услышать мнение профессионального человека, чтобы потом подправить, если что-то пойдет не так. Алексей Федорович, возьмем Алексея Владимировича и встретимся теперь здесь. Я думаю, два доктора и два Алексея разберутся в этой ситуации. Как-нибудь. Итак, принцип лечения пневмонии. На самом деле, говорим сейчас абсолютно серьезно, потому что в лечении пневмонии есть пункт номер один, он же пункт номер один, и он всегда пункт номер один. Что мы назначаем при пневмонии? Пневмония – это инфекционное, чаще всего бактериальное заболевание, осложнение, поэтому назначать надо антибиотик. Антибиотики, Леш, главный класс. А вот теперь смотрите, антибиотики бывают в трех формах. Бывают таблетки, просто блистер с таблетками, врач может назначить таблетки. Бывают уколы, это ампула или вот такой пузырек, который разводится и вводится шприцом. И сегодня появилась третья форма выпуска антибиотиков. Эта форма называется Салютаб. И у нас сегодня такой антибиотик, он называется Салютаб флимаксин. Салютаб в переводе – растворимая таблетка. Это вот такая огромная таблетка, но она растворяется в воде. Растворяется сама без всякого действия. В чем отличие от всех других форм? Особенность ее прежде всего в том, что она растворяется до суспензии, до раствора и не теряя своих качеств, своего эффекта. Вот смотрите, видите, видно, что откалываются такие мелкие гранулки от основной таблетки. Внутри каждой гранулы действующее вещество. Вот биодоступность вот этих вот таблеток в форме Салютаб почти такая же, как и уколы. Но есть плюс – эту таблетку легко глотать. Для кого это важно, легкость глотать? Бывает ситуация, когда простуда осложняется болезнями горла. Трудно глотнуть. Это фаренгит, это танзелит, это ангина. И сочетается с пневмонией. Глотнуть на самом деле очень тяжело, такую огромную таблетку. Мы ее растворяем, получаем такую форму раствора. Итак, раз, при трудностях глотания, два у пожилых людей. У пожилых людей, которым тоже проглотить такую большую таблетку трудно. И три, еще добавим детей, ладно, Алексей? Конечно, конечно. Поэтому вот такие три формы таблеток существуют. Если вы видите, что рядом с вами пожилой человек, то можно назначать антибиотик в форме Салютаб. Детям это тоже лучше. Есть ли у человека трудности при глотании? Как вы думаете, Алексей Владимирович готов вернуться к телу пациента? Я думаю, да, он справится. К больному? Пошли. Ну, это веселее, чем к здоровому. Пойдемте. Пойдемте. Спасибо огромное. Спасибо. Мы провели все анализы, и у больной действительно подтвердилась пневмония. Что делать дальше? Ну, во-первых, тихо, не создавая паники. Заворачивайтесь в простыни и ползете на кладбище. Но есть и второй вариант. Жидкие антибиотики. Естественно, оно, знаете, жидкие антибиотики бывают разные. Самое главное и самое лучшее, которое я бы вам мог посоветовать сегодня, лучше на данный момент, это, естественно, Салютаб. Вода, растворимая таблетка. Абсолютно верно. Спасибо, сестра. Мы поблагодарим нашего доктора. Спасибо. Отправим вас в руки настоящих врачей. А Алексея Владимировича пригласим продолжить наш разговор на кухне. Спасибо большое вам большое. Алексей Владимирович, пойдем. Спасибо большое. Но я всех спрашиваю, как вам в халате врача, если без шуток. Если без шуток. Если без шуток, я недавно снимался впервые в голливудском кино, где мне предоставилось играть врача именно. Поэтому я уже там играл врача, да, и мне еще там это понравилось. Врач – это всегда человек, который внушает уважение, так или иначе. Потому что если человек пришел к врачу, у него нет другого шанса. Особенно в России. Мы всегда ждем до последнего момента. Если ты еще можешь ходить, значит, последний момент твоего хождения должен уже быть к врачу. Поэтому врач всегда человек, который почему-то очень убедительно выглядит. Ну пусть еще в халатике постоит наш Алексей Воробьев. Леша, сейчас мы вас всех позовем на кухню в Воробьевых, чтобы с вами про все поговорить. Но прежде чем мы туда пойдем, у нас есть такая тема в программе «Здоровье» – совместимо или нет. И мы всегда говорим о продуктах, совмещение которых ведет к ожирению. Ну вот вы в прекрасной форме. Я знаю, что вы спортом занимаетесь. Вообще вся семья чудесно выглядит. Уж не знаю, Сережа с Галей занимаются или нет. Но сложены парни как боги, а она как богиня. Итак, какие продукты нельзя совмещать? Это быстрые углеводы. Нельзя совмещать с точки зрения развития ожирения. Быстрые углеводы. Тебе всего надо здесь водка. Да, а это быстрые углеводы. Это углеводы, это же пшеница на пшенице. Это углеводы, это сахара в конечном итоге. Итак, что нельзя совмещать? Все сладкое, все мучное. Дальше. Отварной рис, картофель, свекла и морковь. И алкоголь. Вот это группа из семи наиболее углеводных продуктов. И эти продукты нельзя сочетать с жирами. А вот это, Леша, вам последнее испытание перед едой. Надевайте. Спасибо, сестра. Вы сегодня удивляете меня. Держите перчатки, Алексей. И вот теперь, что происходит, когда мы совмещаем быстрые углеводы и жиры? К сожалению, в организме образуется огромное количество жира. Более того, этот жир откладывается. Итак, совместили быстрые углеводы и жиры, и жира все больше, больше, больше и больше. Жалость от нас. Снежки может? Что отвалиться он от нас не может. А он в наших боках, на животе и во всех других совершенно ненужных местах. Вот сегодня мы приготовим завтрак, от которого не поправишься. Я приглашаю на кухню все семейство детей Воробьевых. Через несколько минут продолжим. Продолжение следует...